У нас есть возможность обсудить эту тему с Юрием Бойко, лидером оппозиционного блока, гость подробностей недели. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Добрый вечер. Юрий Анатольевич, смотрите, чем пугает правительство. Там говорят, что блокада означает для Украины потери 3,5 миллиардов долларов валютной выручки, 75 тысяч рабочих мест в металлургии можем потерять, и еще как минимум сотни миллионов долларов уйдут на покупку угля за границей. Возникает вопрос, у страны сейчас есть ресурсы экономические, чтобы компенсировать такие потери? Ну, безусловно, это экономические и, самое главное, политические потери, поскольку вот эта блокада – это свидетельство полной неспособности власти справиться с этой ситуацией. И вот выступает президент, критикует блокаду, выступает премьер-министр, приводит цифры, о которых вы сказали. А возникает вопрос дальше, а дальше что? Какие действия будет принимать власть, чтобы избегнуть и потери экономических, и восстановить имидж страны, в которой 200 человек, вооружившись, действуют не по закону, а власть просто смотрит со стороны и не принимает никаких мер для того, чтобы навести порядок. Поэтому здесь масса факторов. И вот я недавно вернулся из Слованской области, на прошлой неделе был там, видел все это воочию, как это происходит, как, в общем-то, захеревает регион, в том числе из-за того, что и прерываются такие связи, считает, что это прямой путь к отторжению территорий тех и ухудшению ситуации в стране в целом. В СМИ сейчас говорят и о других трагических последствиях этой блокады. Есть версия о том, что трагедия на шахте во Львовской области произошла из-за наращивания темпов добычи угля, что было связано с недополучением их с этих территорий угля. Это может быть причиной трагедии? Это, безусловно, так и есть, поскольку степовая очень опасная шахта. Она сверхкатегорийная по газу и пыли. Это значит, что при увеличении добычи угля увеличивается содержание метана. Я думаю, что, ну, конечно, мы дождемся результатов расследования, но 98 километров выработок шахты, более 3000 рабочих, которые там работают, стали, соответственно, заложниками того, что идет системное недофинансирование раздела безопасности, в общем-то, непрофессионализм в руководстве отрасли и на местах. И вот последней каплей стало то, что увеличили выработку добычи угля, а это привело к увеличению выброса метана. Если говорить о нашей энергетической сфере и угольной промышленности, можно ли реформировать нашу энергетическую сферу так, чтобы мы не зависели от угля, который добывается на неподконтрольных территориях? Сколько это времени может занять и сколько денег? Во-первых, должна быть государственная политика в отношении угольной отрасли. Ее, к сожалению, в последние годы нет, поскольку бросили все на самотек, шахты останавливаются, вырабатываются лавы, новые не вводятся, не вкладываются деньги, а, соответственно, и нет перспективы развития отрасли, и все повисли на том угле, который добывался с неподконтрольных территорий. Безусловно, если будет государственный политик, а такое должно быть, поскольку у нас очень много электроэнергии добывается, используя уголь, то мы эту проблему решим. Но подход правительства в последние годы, он как раз был обратным. Как раз просто останавливали шахты, возникали социальные проблемы, и это было повсеместно. И мы это видели во всех областях, не только, кстати, в Волгодской или Волынской области. Понятно, но в самом Кабмине говорят, что эти действия, эта блокада может ухудшить и жизнь десятков тысяч людей. Что будет, если все эти люди потеряют работу в Мариуполе, в Днепре? Власть готова к тому, что все они могут оказаться в Киеве и прийти под стены Кабинета министров или парламента? Ну, то, что мы наблюдаем в последнее время, это при остановке предприятий, при остановке фабрик, заводов. Люди, с одной стороны, конечно, возникают социальные протесты, с другой стороны, люди просто уезжают из страны. И вот массовая трудовая миграция, это бич, это беда, это то, что самое плохое сейчас происходит у нас, поскольку 20,5 миллионов уехали в Россию, столько же в Европу, 5 миллионов трудоспособного населения, которые должны работать в нашей стране и создавать нашу экономику, они из-за оппозиции власти, из-за того, что не могут найти здесь работу, они просто уехали и ищут возможность прокормить себя за рубежом. И вот, к сожалению, такое будет, поскольку, когда люди потеряют работу, они, да, социальные протесты, но и будут уезжать. Нерадужная перспектива. Спасибо за этот разговор. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, был гостем подробностей недели.